Восемь конкурсных дней завершились. На церемонию торжественного закрытия фестиваля прилетел Алексей Серебряков, снявшийся в ленте Андрея Звягинцева «Левиафан». Фильм оправдал тот труд, который был на него положен. И это самое главное. А кино надо просто смотреть, потому что это большое, серьезное, очень русское, очень ментальное. 25 лет кинотавр проводится в центре Сочи на Театральной площади. Возможно, уже в следующем году он переедет в Олимпийский парк. Логистика хорошая, условия там хорошие, поэтому на следующий год, потому что в этом году еще идет строительство трассы «Формулы-1». А уже через месяц это все закончится. И естественно, что возможно рассматривать на следующий год и этот вариант. Но в каких бы условиях ни проводился фестиваль, самым интересным остается кино. В промежутках между отдыхом у моря звезды смотрели фильмы и обсуждали увиденные. Вчера после просмотра «Звезды» мы прям собрались, очень долго обсуждали, часа два, наверное. Поэтому я считаю, это победа. И я могу сказать, что был полный зал, потому что все знают Аню и все приходят посмотреть именно на ее творчество. На конкурс было представлено 14 кинолент, причем большинство режиссеров – женщины. Тут мой любимый критик Антон Долин сказал, что женская режиссура – это сила, как оказалось. Ну, в общем, я тоже соглашаюсь, хотя мне всегда казалось, что это какая-то такая зыбкая, сомнительная история женской режиссуры. И тут я, в общем, признаю, что я не права. Очень много женщин, прекрасно снимающих кино, время женской режиссуры. И действительно, за призом лучший режиссер поднялась на сцену «Зимнего» Анна Меликян. Ее фильм «Звезда» в этот вечер называли дважды. Лучшей актрисой стала Северия Юнушаускайте, сыгравшая в «Звезде» роль мачехи. Конечно, это моя победа. Россия, да, российское кино, оно хорошее. Я пока сама не знаю, как они меня нашли. Я просто актриса, я живу в Литве. Я не знаю, это судьба. Трижды выходил на сцену Александр Кот, едва сдерживая слезу и даже в определенный момент отвернувшись от зала. Его бессловесный фильм «Испытание» признан лучшим и членами жюри, и гильдии киноведов, и кинокритиков. Отмечены работы оператора «Испытание». Уходить в профессию, в профессию, но всегда держать в голове тот в кармане, тот параллельный мир, который хочется однажды показать всем. Многие пророчили гран-при фильму «Дурак». Но жюри наградила Юрия Быкова призом за лучший сценарий, написанный самим режиссером. К слову, в этот вечер к нему трижды выезжала бригада скорой помощи. А приз за лучший дебют достался 25-летнему Ивану Твердовскому за острую киноленту «Класс коррекции». Очень какие-то позитивные эмоции, и мы очень рады, что жюри кинопрокатчиков нам помогло. Значит, фильм смогут увидеть зрители, а для нас это самое важное, что мы снимали не для себя, а для людей. Дочь Михаила Трибердеева, Вера, призвала режиссеров вернуть музыку в кино. И вручила приз за лучшую музыку к фильму режиссеру картины «До свидания, мама» Светлане Проскуриной. Звезды уезжают, а с нами остается надежда. Теперь от кинопрокатчиков зависит, как скоро массовый зритель увидит те киноленты, которые сегодня удостоились наград открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Елена Апсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.